Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Грехопадение Хуга Вандергус На одной части этого диптиха, предположительно написанном после 1479 года Вандергус дает свою интерпретацию грехопадения Адама и Евы На другой изображает оплакивание Христа А в целом настраивает зрителя на размышления о человеческом грехе и жертве, необходимой для его искупления Сат Эдема, в центре которого мы видим тщательно выписанное древо познания добра и зла Традиционный образ зеленеющего рая Ирис, водосбор, растущий перед Адамом и Евой Цветы, которые ассоциируются с Девой Марией и Святым Духом Таким образом в картине просматривается намек на их будущую роль Спасение грешного рода людского от последствий вкушения запретного плода Согласно женоненавистическому средневековому представлению о лживости Змею предано тело ящерицы и женская голова Его изысканная прическа, это черта присущая продажным женщинам, как говорится в описании Контрастирует с распущенными волосами Евы Вот такое описание я нашел в картине Хуга Ван Дергуса Грехопадения Хранится в музее истории искусства в Вене Все, всем пока, всем привет, до свидания Узнали, посмотрели что-то интересная картина Пока-пока, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok